Доброго времени суток, дамы и господа! Как мы прекрасно знаем, в нашей замечательной игре имеется много различных праздников. Какие-то стартуют раз в год, а какие-то стартуют раз в месяц. Пример тому — Ярмарка на Волунию. И на Ярмарке на Волунию можно извлечь кучу различных полезностей. Но перед тем, как мы начнём об этом говорить, поговорим о том, где вообще она проходит и как на неё попасть. Если мы играем за Альянс, то нам потребуется Элвинский лес. Сейчас в Элвинском лесу тут будет портальчик, мы в него заходим и попадаем на Ярмарку на Волунию. Если же мы играем за Орду, то имеется Мулгор, Громовой утёс, и тут тоже будет портальчик в Ярмарку на Волунию, на Остров на Волунию. Чтобы быстро, например, попасть, мы можем в столице поговорить с мопцом, и нас просто-напросто телепортируют за символическую цену — 25 медных. Тэпаемся и идём на Ярмарку. Остров на Волунии является единой локацией для абсолютно всех фракций. Альянс, Орда, без разницы. Если есть планер, конечно, его можно юзнуть, почему бы и нет. Ускорит ваше попадание в зону проведения всех активностей. Ценное что у нас имеется на Ярмарке на Волунии? Каруселька. Мы крутимся на карусельке, заранее купив у Пандеренши билетики, и на целый час получаем бонус, который увеличивает получаемое количество опыта и получаемое количество репутации. Также довольно-таки ценными, по моему мнению, являются два дейлика, связанные с питомцами. Левый дейлик даёт нам пять призовых купонов, которые можно выменять на различных питомцев, маунтов. А правый даёт нам десять купонов. Модификация Rematch и модификация Pet Battle Script позволяют нам автоматизировать абсолютно все эти Pet Battle. Далее довольно-таки полезными и самыми нужными квестами, самыми нужными активностями являются квесты на профессии. К примеру, я являюсь кузнецом, я являюсь инженером. Инженерный квест берётся у тролля, который ещё и дейлик выдаёт, который нужно пострелять, поучаствовать в тире. А если мы рассмотрим кузнечку, то нам нужно подковать лошадку. Нам даются слитки, нам нужно их там перековать, подковать, переделать и потом подковать лошадку. Рекомендую использовать термическую наковальню. Сразу ставим её, сразу юзаем то, что нам даёт гномик и сразу выполняем квест. Ценным в этих квестах является то, что помимо навыка к профессии, мы получаем ещё и знания для этой профессии. А знания, как мы прекрасно знаем, позволяют развивать нашу профессию лучше. Мы можем прокачивать различные таланты, мы становимся лучше, наше кузнечное дело становится лучше, инженерное дело, ну и любая другая профессия, которая у нас выбрана. Касательно сдачи этих квестов, рекомендую сдавать их не сразу, рекомендую сдавать их в тот момент, когда вы достигли высочайшей точки развития своей профессии. В том плане, что какие-то, например, простые крафты вас не апают, когда вы можете только апать профессию на сложных крафтах. Потому что намного интереснее, как я считаю, получить там 2-3 очка для профессии в тот момент, когда у вас уже профа почти на фулл прокачена, а не в тот момент, когда вы только начали её прокачивать. Такие мысли, такие вот полезные квесты, такой вот полезный ивент, который проходит каждый месяц в начале месяца. Первое воскресенье — это всегда ярмарка новолуния. Текущая проходит с 1 января по 7 января. Следующая — с 5 февраля по 11 февраля. Чтобы она отобразилась в календаре, нужно её включить галочку. Как-то так. Делайте квесты, развивайте профессии, получайте купоны, файтитесь с питомцами. На ярмарке можно хорошо повеселиться и отвлечься от привычного темпа игры. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!